Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июня. И сейчас я очень-очень коротко отвечу на несколько вопросов, но этот видеоролик я... Сейчас, подождите, поправлю. Я решила снять только для того, чтобы извиниться перед одной моей зрительницей. Просто я попала в такую неприятную ситуацию, что она мне написала комментарий, я его не заметила. И, ой, человечка не заметила улыбающегося, сейчас я объясню, неправильно поняла. И когда снимала вот это видео, как я справляюсь с 2000 томатов, я упомянула тоже ее комментарий. И упомянула как раз в том смысле, в каком я поняла, то есть в неправильном. Сейчас я все объясню, чтобы у человека не осталось каких-то неприятных от моего видео таких воспоминаний. Вот смотрите, я снимала сегодня видео, как я справляюсь с 2000 томатов, где рассказывала, что разделяю на зоны, там где-то повышенное у меня внимание, где-то вообще не посынкую, не подвязываю. И из-за этого получается, что много томатов, а люди видят цифру 2000. Им кажется это нереальным все. И там я вот про эти 2000 палок спросила, одна зрительница спрашивала, а куда вы одеваете 2000 палок, я действительно восприняла это как реальный вопрос. Я думала, что она спрашивает серьезно. Я очень удивилась, почему после того, как я все объясняю, она еще и спрашивает. Оказывается, она так пошутила. Ну, так, я вот сейчас прочитаю несколько комментариев. А упомянула я этот комментарий, потому что очень много, действительно, когда рассказываешь, рассказываешь, а очень много комментариев прям, насчет того, что, ну вы что голодаете, да зачем вам столько много, да это все неправда, вы все врете. И вот все эти в кучу комментариев сложив, я туда же сложила и этот про палки, ну как отнесла к этой же теме, оказывается, была просто шутка. И вот на это видео уже опять пришли комментарии. И вот пишет, а зачем вам столько? На продажу. Демидов не требует подвязки, но все равно много кустов. Вот Марина пишет. Ну, я на такие вопросы уже, если честно, устала отвечать. На продажу, не на продажу. Если вы спрашиваете это, значит, для вас это не очень важная информация, потому что все есть на канале. Если бы вам было интересно, вы бы давно узнали, что я готовлю семена, я томаты не продаю и не знаю, считается это на продажу или не считается. Да какая разница? Я просто учу вас, как вырастить много, без лишних, как затрат, без лишних трудов. И уже не имеет значения, куда их вы потом денете. Если вам не нужно столько, выращивайте по этой же технологии свои 200, например. Вот пишет Виктория Мирошниченко. Оля, иногда аж бесит. Говорит, оно вам надо, тут смотришь, черпаешь знания и совета, мне и в голову не может прийти такие дурацкие вопросы. Наверное, от нихрена делать, сидят и высматривают. Но некоторые, да, и еще там начинают говорить, что вы это все врете. Зачем мне врать? Я не вижу смысла вообще. Так, вот тут у нас попалось про клещей. Я пока не буду, если дойду до того комментария. А вот пишет Галина Жаркова. Очень жаль, Олька, что вы не поняли моей уронии насчет 2000 палок. Ведь я вам даже улыбочки поставила в конце предложения. Я просто почитала комменты и как бы подтрунивала над ними. А вы приняли всерьез, притащили в свет видео. Видимо, лучше отмолчаться. Я вот перед Галиной уже извинилась. И я объяснила, почему так получается. Вы вот ставите вот этих вот маленьких человечков в конце. Я ими сама не пользуюсь. Если честно, я вот когда стоят человечки, у меня и времени нет. И я не рассматриваю, что у них там. Или улыбка, или грустное выражение. Во-первых, они очень мелкие, я их вижу плохо. Во-вторых, я читаю только текст. И когда наставят, иногда бывает 4-5 человечков с разными выражениями лица. Вы понимаете, что это дополнительный труд напрягать глаза, смотреть. Улыбается этот человечек. Или он грустный. Скажу честно, я никогда на них не смотрю. Я прочитала тексты дальше, прочитала тексты дальше. И читаю в быстром режиме, раз-раз-раз прочитала все. Но некогда мне рассматривать человечков. И вот поэтому я попала в такую неприятную ситуацию, что вместо шуточного комментария, я восприняла его как серьезный. А я еще и удивилась, что ну как это, рассказываю, рассказываю. И опять такой же вопрос. Ну вот куда, где 2000 палок ранит? Галина, я извиняюсь перед вами еще раз. Я не хотела никого обидеть. Ну я, конечно, вас и не называла, но вы поняли, что это я про ваш комментарий. И меня действительно это очень удивило. Никаких человечков я не видела, правда. Извиняюсь еще раз. Все. И произошло только потому, что вот очень много вот этих комментариев, как я говорю, тут же писали. Да кто вас там батрачит один свой каждый раз? Ну что вы голодаете? Зачем вы столько? И вот он смотрит, смотрит и каждый раз пишет один и тот же комментарий про голод. Хотя прекрасно, наверное, знает, что я на семена это выращиваю. Не знаю я, как вот этих людей, как им объяснить. И, конечно, все это неприятно, когда пишешь, читаешь такое. И вот, Галина, я про ваш комментарий, что он у меня, как раз я его отнесла, вот в эту же кучку положила и упомянула в своем видео. Все. Еще раз извиняюсь. Я надеюсь, что этот инцидент... Я сама, конечно, опростоволосилась, что не посмотрела на этого человечка. Вот видите, они человечки, вот они они. Они очень крошечные, и я иногда издалека даже не вижу, вот то ли он там улыбается, или он, может быть, мне язык показывает. Нет, не полагайтесь на человечков, если вы шутите, вы более открыто выражаете, что это шутка. Не знаю, я... Ну, написали, и куда вы деваете 2000 палок, и все. Я и восприняла это так. Мне так сейчас неудобно вообще. Вот пишут, что карлики начинают спеть. Так, и вот опять. А зачем столько томатов? Ну, и меня убивает. Нет, спросили бы, а как лучше палить? А как, окучиваете или нет? И вот через каждое. А куда вы? А зачем вы? Ну, вот Надежда дальше пишет. Значит, заглянули к вам случайные гости. Ой, и еще хочу... Вот все равно после того, как я все это объяснила, объяснила, что упрощено все это делаю. Сейчас. Пишет опять Анатолий Бельков. Ну, не верю. Было 300, сейчас уже 2000. Так, ну, они размножаются, да? Еще и сама. Даже если 100 кустов уже высчитывает, да по 3 килограмма с куста, это все надо сорвать, перевести. Врете вы. Но я вот не знаю, куда он решил, что куда я их перевожу. Я никуда не перевожу. Если честно, надоело уже оправдываться. Каждому второму объясняешь. Я никуда не перевожу. Я их не продаю. Я здесь же, прямо на месте, их потрошу. Выбираю из них семена. И вот действительно, Эмма пишет, кому какое дело, куда идет урожай, и вообще, как вы выражаетесь, врете. Но если вот он решит, я вот ему объясняю, я никуда не перевожу, зачем. Я ведь готовлю семена тут же, на месте. Но вот еще один неверующий Фома, не верите? Ну, не нужно. В моей жизни от этого ничего не изменится. У меня как было их 2000, так вот осталось 2000, я свое дело помаленьку делаю. А верите вы или нет, ну, уже знаете, хочется сказать, но мне уже наплевать, верите вы, не верите. Я рассказываю, как я это делаю. Вот, Галина, вы понимаете, вот после таких комментариев, когда они складываются, вот один, второй, третий, как говорится, вода, камень, точен. Я их собрала все в кучку, и вот сняла вот то видео. Ну, извините еще раз, что попался туда ваш комментарий. Все. Вот тут про кошек. Ну, вот в основном я решила снять вот это видео, коротенькое такое, чтобы просто извиниться перед вами, потому что сегодня воскресенье, я устала, отвечать на вопросы я уже не буду. И кто верит, тот верит, кто не верит, тот не верит. Ну, вот вспоминаю, что когда работала в совхозе в теплице, у каждого человека было 18 рядов по 100 растений, в каждом ряду и успевали все делать. Ну, вот считайте, что я тоже работаю в совхозе имени себя, и обрабатываю все эти 2000 растений. И тут еще много комментариев, которые, ну, то ли опять, я вот даже не могу понять, то ли люди действительно меня жалеют, или вот это все под колкой, вот прочитала, «Сударыня, вы берегите свое здоровье, спину не вылечишь, да зачем вам надо, что вы убиваетесь, блядь, себя пожалейте». Да не убиваюсь я, вот никак не могут понять, что да, для кого кто-то работает, например, в принудительном порядке, я работаю для удовольствия. Если вот, а, и еще пишут, всех денег не заработаешь, и я даже, у меня деньги не на первом месте, потому что я вот, сейчас я занялась помидорами, я лет 10 назад, у меня тоже самое была эпидемия с цветами, я по 2-3 тысячи цветов высаживала вокруг дома, ну, конечно, высаживала, хоть они маленькие, вот эти портулак, бархатцы, алисум, а их же надо сплошным ковром высаживать, и выращивала также рассаду, и высаживала, и все это делала совершенно бесплатно, по 200 георгинов было, ну, когда было здоровье побольше, и все это я пласталась, у меня было помидор мало, я еще не заменималась ничем, вот цветами, и совершенно бескорыстно я все это выращивала, ну, просто мне нравится быть среди растений, тогда были цветы, сейчас томаты, какая разница, а если даже за это я получаю дополнительный доход, так это еще плюс только, это еще какой, дополнительный стимул, внукам подарочков купить, и в тот же огород, новое оборудование какое-нибудь, так что все, я эту тему закрываю, больше не буду отвечать на вопросы, зачем вы столько много, до всех денег не заработаешь, да я не верю, все, буду, значит, пропускать эти сообщения, мимо глаз, мимо ушей, хотя я считаю, что зрители, они все одинаковые, и нужно отвечать, и на положительные комментарии, и на отрицательные комментарии, но на отрицательные комментарии, отвечать, если честно, я уже устала, после этого с растениями, работать даже не хочется, когда вот начитаешься, вот такого, думаешь, неужели действительно, с той стороны экрана, это так смотрится, смотрится, что я вот бедная женщина, убиваюсь из последних сил, грублю свое здоровье, только чтобы вырастить вот эти томаты, чтобы заработать побольше денег, у меня и так все есть, работаю для удовольствия, еще раз извиняюсь перед Галиной, до свидания, желаю всем работать с удовольствием, и если вы получаете за это еще деньги, так это же хорошо, человек, который может сам себя обеспечить, он самодостаточен, он сам себя уважает, у него никогда не исчезнет чувство собственного достоинства, он любит себя, окружающих, и все будет прекрасно, до свидания.